Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Я зовут меня Светлана и сегодня мы с вами вместе будем приводить в порядок виноградные грозди. Бывает так, что грозди у нас имеют не совсем товарный вид, они плохо опылились. Вот это лора, как видите, в этом году, к сожалению, произошло вот так. В прошлом году все было идеально. Буквально пару слов скажу, что лора женский сорт и ему нужен опылитель. Ввиду того, что опылители тут у нее есть, но ввиду того, что в этом году у нас были большие задержки с вегетацией, так получилось, что лора цвела практически уже одна. И поэтому кое-где получились вот такие вот плохо опыленные грозди. Хотя, смотрите, вот там на той стороне шпалеры, эта сторона теневая. Там, скажем так, тот, кто лора опылял, цвел позже. И поэтому грозди получились гораздо лучше. Вот, смотрите, к примеру, эта гроздь, она здесь вся хорошо опыленная. Вот эта гроздь вполне нормальная. Ну, это, понятно, тут маленькая. Дальше вон висят нормальные грозди вполне. Ну, а с этой стороны, как видите, такое бы что и сбоку бантик. Конечно, можно оставить так, но эти ягодки так и останутся мелкими. Они больше подвержены треску и всему остальному. И мы можем их привести в более-менее товарный вид. Но потом увидите в итоге, что из этого получится. Итак, мы берем ножнички маленькие, желательно с тупыми концами. И вот эту всю мелкую ягодку просто ножничками вырезаем, не жалея. Делаем это до того, как ягодка размягчится. Удаляем вот всех этих малышей. Жалко. Да, может остаться не очень красивая гроздь. Но вот эти ягодки побольше, они потом свое доберут. И на самом деле получится не все так страшно. Поэтому все вот это убираем. Единственное, снизу поставьте какой-нибудь ведерко, чтобы эти мелкие ягодки падали не на землю, а вы потом их смогли убрать. Ну, смотрите, в этой грозе вообще очень много. И кажется, очень жалко все это убирать. Но повторюсь еще раз, не жалея, убираем. Вот это первая гроздочка, которую мы резали. Вот вторая. Ну, как видите, не все на самом деле так страшно. И все вот эти вот ягодки, они потом дотянут свое, и мы получим красивую гроздь. А если мы оставим вот это, то энергия будет распределяться по всем этим ягодкам. Все равно вот эти вот малышата, они не дорастут. Они такими и останутся. И только будут трескаться. Ну, и создавать такой не совсем красивый вид. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши грозди были красивые, то можете все это смело вырезать. Еще один случай, когда можно прореживать грозди. Когда у них нормальные ягоды, но грозди очень плотные. Это атаман. Первое плодоношение. Ну, здесь просто кукурузина. Кукурузина огромная. Покажу просто другую гроздочку. Вот на этой гроздочке все хорошо. Ее можно не трогать. Хотя даже вот эту мелочь можно было бы убрать. Ну, если бы нам нужен был товарный вид. Но вот эта гроздь, она очень плотная. То есть некоторые ягодки можно убрать. Но делать, на самом деле, это надо чуть-чуть раньше. Вот здесь внизу вот эту вот маленькую. Потому что если еще и дождики пойдут, то ягодки начнут давить друг друга, начнут трещать. Поэтому чуть-чуть мы их прорежаем. Вот там меленькую. Но сейчас уже мне неудобно одной рукой держать камеру и все это делать. Но я думаю, что вы понимаете, что аккуратно более мелкие ягодки в таких гроздях мы прорежем. Потому что вот посмотрите, насколько она плотная. Посмотрите, сколько там всего еще внутри вот этих ягодок и как они спрессованы. Ну, по-хорошему, как бы сейчас уже даже поздновато, но все равно это лучше сделать. Потому что, повторюсь, если, например, пойдет дождик, вот эти ягодки, они друг друга очень давят. А внутри может быть треск, даже у того сорта, который не сильно трещит, просто из-за вот этого самого большого давления. Ну, тогда, соответственно, и загниваться может внутри. Именно поэтому мы все это прорежем. Но желательно это сделать раньше. Можно, конечно, сейчас. Сейчас сложнее. Вот мне надо как-то аккуратненько залезть, чтобы мне ничего не повредить. Вот туда внутрь рекой, чтобы убирать. То есть лучше это сделать немножко заранее. Уже заранее видно, что гроздь достаточно плотная. Ее надо прореживать. Ну, вы можете ориентироваться и на сам сорт. Ну, немножечко я ее освободила. Наверное, даже не сильно заметно. Но ввиду того, что доставала, доставала. Вот тут вот целая куча ягодок. А по грозде особо не видно. Ну, вот такие плотные грозди не жалейте, вырезайте. И если вы знаете, что сорт такой, вот он плотненький. Значит, делать это заранее будет легче. Ну, вот, например, у такой грозди, это Антоний Великий. Видите, гроздь не такая плотная. Поэтому данному сорту делать такие операции нет необходимости. Самое главное в таких случаях, чтобы вы не жалели этих ягодок. Потому что, повторюсь, виноград свое дотянет. Как вот эта плотная гроздь, она все равно наберет свой вес. Так и вот эти прореженные грозди, в которых мы удалили неопылившиеся ягодки. Конечно, потом, когда мы будем смотреть урожай, я вам еще покажу результат. Что из этого вышло, чтобы вы смогли во всем убедиться. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда, обновление которого будет осенью. И мои контакты. До новых встреч! До новых встреч!